мы все еще на house constructions по-прежнему на выставке и сейчас нам виталий расскажет про два экспоната вот такие вот тумбы у нас тут стоят мы их даже возвели на пьедестал видите потому что они очень для нас важны расскажи привет ну здесь самые большие два экспоната на выставке две тумбы на риск-процессорах это сам на 4 спарках ультас парк 2 по 450 мегагерц и более древний хьюид пакарс на двух по рисках на стану по 100 мегагерц он тоже может быть четырехпроцессорным но вот нет у нас еще двух порцов причем что забавно два процесса в морду а еще два процесса оставляется сзади ему в мягкое мне очень мягкое самое место что же вот так ободрали он таким до нас дошел к сожалению с дождем это было чудесное спасение позвонил чел из костоярска будет очень жалко выкидывать эти машины привезли их на металлобазу ведь хочу их спасти да я тоже хочу присылай и вот они приехали мы слышишь сексом кое-как завели одну у нее пока проблемы с жесткими дисками он использует high voltage differential скази на основной шине и удалось пока только зацепить сторонний диск на отдельный шине нерал которая выделена под сидером и стример но пока тоже есть проблемки возможно сам диск мертвый оказался пытаемся уже второй день поставить на эту машину чпукс что там на экране показывает на экране это консоль прошивки машины она показывает что в ней есть сейчас попробуем запустить поиск носителей для установки и загрузки чем что интересно она не выводит данные этих накопителей только говорит тип и все не емкость не какие-то более полезные еще информация не выводит это 95 год давай заду сзади на нее посмотрим пойдем сзади на самом деле она похожа на телекоммуникационное что-то у нее базовый блок ввода вывода так по сути контроль всех интерфейсов здесь виделась базовая сетка консоль модем и так далее потом fddi адаптер это когда-то были такие магистральные сетки очень крутые потом скази для подключения низкоскоростных устройств он неру потом еще одна обычная сетка ethernet и скази контроллер основной судя по всему это как раз таки тоже high voltage differential хотя написано просто что он 16 битный то есть wide под этой крышкой могла скрываться еще какая-нибудь плата расширения здесь крышка отсека процессоров а это блок питания блок питания не маленький да и к сожалению один резерва тут не предусмотрено интересно сделано вентиляция машина продувается вертикально они горизонтально соответственно основном качестве охлаждения осуществляется только если все крышечки закрыты поэтому стараемся надолго их и снимать чтобы она не перегрелась процессе отладки вот что еще интересно как опция здесь могла стоять звуковая карточка и машина тогда маркировалась как рабочая станция на самом деле она не шумная поэтому вполне с ней можно было сосуществовать и в принципе когда она оснащена как завода то есть не свой корпус как бы по стандарту она не выглядит очень красиво тут к сожалению такой скелетик уже для дома то что надо для дома то что надо гостей пугать вообще огонь и как употребляет не замерял я думаю по ощущениям до киловатта в общем 511 больше так она и больше чем 511 покрыли тот что к нам принесли показать соседка у нее явно поскромнее так а соседка соседка это вот ультра 450 у нее аж 3 блока питания но с единым вводом что забавно защититься от проблем с питанием снаружи машины она не позволяет так очень интересный тоже аппарат это вариант рабочая станция бывают серверы и они чаще встречаются из оригинального у нас утеряна к сожалению родная звуковая карта стоит обычный креатив саундбластер 128 пойдем довольно экран глянем там у нас есть вот такая чудесная дверь за которой открывается такая дверь дверь ватт ватт армию да и ватт нет просто вот сюда вот эта машина для работы в том числе с графикой была предназначена поэтому много дисков ей полезно можно набить до двадцати а что на экране тут здесь запущен спарк солярис сан солярис версии 2.7 пока пустая операционка сверхс тут пытался установить какой-то софт и у него по моему не получилось солярис забывший сонос да да но соносом очень недолго на самом деле называлась у меня есть только одна машина на которой операционка зовется именно так это спарк стейшн 1 плюс выпущены восемьдесят девятом году он в девяносто первом уже сменилось имя я просто помню мы когда-то пи 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 дипа от солярис собирали который от соноса был взят это было мучение слово сонос там очень долго на самом деле держалась в названии именно ядра хотя официально система подавалась как солярис уже точно помню что в 2 5 2 6 слово сонос возникало в процессе загрузки ясно спасибо спасибо за визит выходи еще